Добрый день, уважаемые коллеги! В вашем внимании представляется доклад, посвященный пленочным секторным оптическим элементам для создания неоднородных поляризаций высоких порядков с фазовой коррекцией. Докладчики Владимир Подлипнов, Сергей Карпей, Вячеслав Парайан. Немного расскажу, для чего нужны такие пучки с неоднородными поляризациями. Такие пучки находят свое применение в задачах, связанных с оптической передачей сигналов, микроманипулированием, всевозможные сложные элементы для поиска микроскопических структур в оптических микроскопах, микроскопы, сканирующие оптические, ну и другие задачи, которые позволяют, благодаря таким элементам, использовать более острую фокусировку и так далее. Ну вот, на слайдах представлено несколько работ. Одна из них, вот, наших коллег из Самары, это работа Хониной Светланы Николаевны, Алферова. В этих работах уже исследовались ранее более простые оптические элементы для создания неоднородных оптических векторных пучков с использованием, ну, например, кристалла электрооптического, одноосного, двухосного и так далее. Это цикл целых работ. Есть ряд работ, которые посвящены созданиям секторных поляризационных пластинок на основе поляризационных пленок, которые наклеиваются в определенном порядке. Вот, собственно, данная работа, она будет являться продолжением этих работ. Вот, ранее, собственно, мы также исследовали работы четырехсекторного преобразователя поляризации, многосекторного для создания азимутальной, радиальной и других видов поляризации. Теперь немного о самих поляризациях. Вот, на данном слайде представлено несколько видов поляризаций, которые, вот, стрелочками показано это направление, условное направление поляризации в заданных областях оптического элемента. Но если мы представим здесь круглооптический элемент в виде подложки, на которую нанесены различные поляризационные пленки с определенными направлениями поляризации осей, то эти пленки теоретически могут создавать заданную поляризацию, как показано, вот, такие виды. Эти поляризации имеют определенные преимущества в определенных, в заданных областях. Ну, собственно, очень много известно про азимутальную и радиальную поляризацию. Существует также определенные неоднородные поляризации более высоких порядков. Ну, это вот представленные ниже. Ну, теперь немного слов о том, что же, собственно, будет происходить в работе. Мы попробуем создать оптический элемент, который будет из исходной поляризации преобразовывать поляризацию, вот, как, например, показано на рисунке. Если мы в определенных, вот, цветами показанных секторах будем наклеивать пленки поляроидов в заданных направлениях, то мы получим, вот, как показано на стрелках, эти направления. Однако, как известно, эти поляризации будут отличаться от того, что нужно, например, создать для создания радиальной или азимутальной поляризации. Эту вещь можно скорректировать, добавив фазовую пластинку. Добавление фазовой пластинки позволяет из, так называемой, псевдополяризационной структуры создать уже настоящую поляризацию радиальную или азимутальную. Ну, в зависимости от того, какое исходное излучение. Исходное излучение у нас будет использоваться в работе круговое и линейная поляризация падающего поляризации. Собственно, вот эти вещи будут исследоваться в работе теоретически, но и экспериментально немножко будет показано, как это все происходит. Для теоретических исследований мы будем проводить моделирование прохождения пучка через пленочную секторную пластинку, через пленочную секторную пластинку с добавлением коррекции фазы. И вот здесь представлено изображение так называемого коррелятора. Он же используется для создания вот таких структур вихревых. Он же используется для их распознавания и анализа. Здесь представлено изображение оптической схемы, которая будет исследоваться, которая состоит из лазера. Собственно, расширителя пучка, состоящего из линзы и микрообъектива. Самого доя, который является пленочной секторным преобразователем поляризации. Фазовая пластинка, которая будет добавляться для коррекции фазы. Ну и плюс еще здесь не показано, собственно, коррелятор, который будет использоваться. На данном слайде мы представили изображение того, что получается при моделировании прохождения гауссового пучка. Если пропустить гауссовый пучок через корреляционный фильтр, то мы увидим, собственно, до коррелятора тот же самый гауссовый пучок без изменений. После коррелятора формирование вихревых пучков различных порядков. Если мы пропустим тот же самый пучок с добавлением фазовой пластинки, то мы видим классическую картину фазового сдвига. И, собственно, в корреляционных пиках мы увидим появление пучков, которые отвечают за вихревые порядки первого типа. То есть, собственно, сам первый порядок. Ну, далее рассмотрим, собственно, как работает наш пленочный секторный преобразователь. Вот он представлен. Та же схема гауссовый пучок. Потом далее через пленочный секторный преобразователь и коррелятор. До коррелятора мы видим вот такую картину. И после коррелятора мы видим появление пиков, которые, собственно, и говорят нам, что у нас возникла псевдовихревая структура. Коррекцию мы осуществляем добавлением фазовой пластинки. И, как мы видим, вот мы видим классическое распределение вихревого пучка. Красным показаны X-компоненты, зеленые – это Y-компоненты поляризации. Ну и корреляционные пики, которые расположены в нужных нам областях, которые отвечают за формирование вихря первого порядка. Напомню, что это мы создавали поляризационный тип радиальной поляризации первого порядка. Далее мы попробуем создать еще один вид неоднородной поляризации. Еще один вид – это у нас тип R2A. Напомню, то, что мы вот видели в изначальной таблице, которая у нас представлена на третьем слайде. Это вот такая вот у нас зависимость для косинуса и синуса. Собственно, двоечка – это второй порядок. И такие вот направления поляризации мы должны получить на выходе. Это мы получаем с использованием такого вида пленочно-секторного поляризационного преобразователя и добавлением фазового сдвига, который компенсирует нам, исправляет неоднородности в некоторых областях. Ну вот теперь представлено у нас распределение интенсивностей. Это до корреляционного преобразователя и после. После мы не видим появления пиков, а с добавлением фазовой пластинки у нас исправляются сдвиги, и мы видим четкие пики, отвечающие пике интенсивности за формирование вихря второго порядка. Ну, это у нас было пока все еще моделирование. Теперь перейдем, собственно, к экспериментальным исследованиям. В нашей работе мы создали такой элемент, и нам необходимо, собственно, сначала проверить, как он работает. Мы наклеивали сектора поляризационных пленок на подложку в определенной конфигурации. И теперь посмотрим, как меняется исходное пропускание через эти пленки на просвет. В первом столбце мы видим полную исходную поляризацию исходного пучка. Видим мы определенное затемнение, которое нам говорят о том, что здесь у нас формируется скрещенная поляризация в определенных направлениях. Определенное направление это у нас смещение 0 градусов, 90 градусов, плюс-минус 45. И, как мы видим, в радиальной поляризации, ну, в элементе для создания радиальной поляризации первого порядка, мы видим поворот этих секторов, которые отвечают за скрещенную поляризацию, и для сонаправленной у нас все видно, что пленки нам поклеены правильно. То же самое происходит для элемента для создания радиальной поляризации второго порядка. При нуле и при 90 градусах у нас повернутая картина яркости и затемнения на секторах. При плюс-минус 45, ну, мы видим, что они примерно одинаковые. То есть, наш элемент, который создан экспериментально, он работает. Это подтверждается картинами интенсивности. Ну и теперь посмотрим, что же происходит при прохождении гауссового пучка, плюс наши подготовленные оптические элементы и фазовые пластинки. И с добавлением и без коллекционного преобразователя. Ну вот мы видим формирование в фокусе линзы заданного распределения, которое очень похоже на формирование вихря. Ну, собственно, для второго порядка этот вихрь выглядит немножко крупнее, и это косвенно говорит о том, что у нас что-то похожее. Но уже более точно мы можем увидеть это на распределениях, которые формируются после коррелятора. Коррелятор нам показывает появление пиков. Ну, у нас наш коррелятор, он в схеме, в оптической, отличается его направление от того, что мы моделировали, но тем не менее он четко показывает нам... Здесь не совсем четко, но показывает нам формирование коллекционных пиков, которые отвечают за радиальную первую порядку и за радиальную вторую порядку для данного элемента поляризацию. Но если проанализировать, конечно, это результат достаточно неплохой, но и не сильно хороший. Сложно сказать его оценку. Однако по стоимости основным плюсом, конечно, является, что такой секторный преобразователь достаточно дешевый, он достаточно простой в использовании и при его использовании достаточно просто формировать различные виды различных поляризаций. Ну, целью этой работы, собственно, и являлось показать, что с помощью пленочно-секторных преобразователей мы можем формировать поляризаций высших порядков поляризационные вихри, всевозможные пучки для создания и для применения. Конечно, это применение пока достаточно ограниченное, но мы в своих работах далее, возможно, потом будем исследовать еще более сложные структуры, сложные вихревые распределения. Ну и спасибо за внимание.